Приветствуем, друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир, игрушка Gravity Guy. Какое-то время она была очень популярна на платформе iOS, то есть ее можно было увидеть на iPhone, iPod и iPad. Теперь она добралась и до платформы Android. Давайте обозревать эту игрушку. Итак, во-первых, это обычная версия, она бесплатно доступна в Android Market, а также есть премиум-версия, которую вы можете купить, нажав Buy Now. Какие плюсы? В игре есть постоянно надавидливая реклама, но это полбеды. Во время игры реклама появляется постоянно, то есть не только во время паузы, а именно когда вы активно тапаете на экран, вы можете случайно задеть рекламу, откроется либо браузер, либо Android Market. Ну, в общем, это портит впечатление от игрушки, причем очень сильно. С другой стороны, игрушка достойная, и если у вас будет премиум-версия, я думаю, она вам понравится. Итак, раздел More, он отправит вас на страничку разработчика, где вы можете посмотреть другие игры от этого издателя. Скорс, вы сможете посмотреть свои ачивки, достижения, и ваше место в лидерборде через OpenFade. Ну, это такая игровая социальная сеть, как Xbox Live. Нас интересуют опции. Можно включить и отключить музыку, звуковые эффекты и notifications. По ходу игры иногда на весь экран будет выходить окошечко, которое можно будет закрыть, либо пролистать, посмотреть новости. Там будут просто действительно новости от издателя, что нового он разрабатывает, какие игрушки, какие акции. Я оставляю по той простой причине, что вдруг выйдет что-то новое, интересное, я захочу пощупать. И там был такой пункт Reset Scores, это просто сбросить свои очки, все обнулить их. Итак, нас интересует Play. Играть можно вместе с друзьями в мультиплееры, либо в синглплееры. Давайте зайдем в мультиплееры. Итак, что от нас требуется? Если вы хотите поиграть с друзьями, то узнайте, насколько мультитачен ваш девайс. Это Huawei X Pro Black, но здесь такой же Dual Touch, как и на базовой версии. Если вы смотрите пользователей Visonic iPad 7, то у вас тоже Dual Touch. Поэтому можно играть только вдвоем. Но, в принципе, учитывая размеры моего смартфона 3.8, то вдвоем более чем достаточно. Если у вас большой планшет, 7 дюймов или 10, желательно 10, потому что iPad это 10-дюймовое устройство, а игрушка разрабатывалась изначально под них, то вы можете играть их четвером. Но главное, чтобы была поддержка четырех касаний. Большего не надо. Жмем Go. Итак, посмотрим, что из себя представляет мультиплеер в данной игрушке. Итак, ну вот, как видите, реклама не убирается даже во время игры. То есть, если кто-то ее заденет, в частности, левый игрок, который играет с синим персонажем, то обломит кайф всем. Итак, красный игрок, синий игрок. Правая зона для красного игрока. Левая для синего. То есть, суть в том, что кто первый добежит до финиша, ну или кто умрет. Это происходит намного чаще. Вот. Как вы уже видели, погиб красный игрок. Синий занял первое место, красный – второе. Одна победа, ноль побед. Можно нажать Next, мы перейдем на следующую карту, или End, мы закончим чемпионат. Так как я один, я смысла не вижу в этом мультиплеере. Главное, что есть такая фича, и она интересна. Поэтому определенный плюс. Заходим в Play. Синглплеер. И здесь, опять-таки, два режима. История и Endless. Endless – это, скажем так, песочница. Все, что от вас требуется, это просто бежать, бежать, бежать. Как можно дальше. И, собственно, как сказать. Ну, это для лидерборда. То есть, чтобы просто заработать очки и показать, насколько вы круто в Open Fate. То есть, мы бежим вперед, с нами гонится стражник также. Но сейчас мы играем на очки. То есть, после моей смерти, внизу будет в левом нижнем экране такая публикация, что ваши очки опубликованы в лидерборде на Open Fate. Ну вот, новые очки свои побил, все, я проиграл. Пожалуйста, мои очки субмитед, опубликованы в Open Fate. Можно попробовать еще раз. Мне не интересует такая песочница, я предпочитаю сюжетный геймплей. Итак, это отличия между ними, не так-то и много. Заходим в Play. Single Player. Story. Итак, тоже два режима, ну, это две компании, бег и рейска, как бы, спасение. Пока доступен только раны. Может быть, рейска откроется чуть позже, может быть, она есть только в премиум-версии. Итак, если вы все же решите купить игрушку, давайте я расскажу вам о преимуществах в премиум-версии. Во-первых, там будет бесплатно выдано 10 щитов, 10 bullet-time'ов, это замедление времени. Так, поставлю на паузу. И избавиться вас от всей рекламы. Итак, интерфейс. Как вы уже говорил, игра называется Gravity Guy. То есть, просто тапая на экран, я меняю гравитацию, и поэтому персонаж перемещается на потолок, либо на пол. И все, собственно, и меняется. Вот, но так как некоторые есть преграды, за нами гонится Красный Стражник, и иногда можно просто улететь в космос, либо упасть в пропасть. Это и считается, как бы, погибелью главного героя. Есть замедление. Да, замедление, как в Матрице. И, как я уже сказал, действительно реклама. Вот она, прорисовалась. Просто, я думала, только вверху. Замедление времени. И щит. Щит нас спасает, как бы, от Стражника. То есть, если Стражник нас все-таки поймает, то щит его убьет. Ну, это, как бы, бонусная жизнь, можно так сказать. Вот, давайте вернемся в игру и посмотрим. А это чекпоинты, зеленые такие сферы. Итак, ускоряемся. Советуют использовать щит. А, ну да, потому что Стражник может нас поймать. Так, улетел в космос. Давайте спорим щит. Может быть, действительно Стражник меня нагонит. А, слишком рано. Никаких наказаний нет. Нас просто сбрасывают на начало чекпоинта. То есть, за этой игрушки плюс. Ну, и управление интуитивно понятное. Нам нужно просто тапать на экран. Так, вот щит меня спас. Вон, красивый бэкграунд. Пролетел какой-то самолет. Опять зеленая сфера. Это чекпоинт. И скорость сбавилась. То есть, можно опять играть более-менее так вот. Не напряжать. Ну, без напряжения. Если, кстати, вот такой момент. Если экран нас догонит. То есть, если мы где-то застрянем. То это тоже будет считаться смертью. И опять ускорение. То есть, надо бы найти зеленую. Ну, чтобы встретить чекпоинт. Чтобы скорость сбавилась. Да, я пролетел его. Иногда появляются стрелочки. Которые помогают нам более-менее сориентироваться. В бешеных скоростях. Вот. И все-таки опять появился Стражник. Вот этот тип. Если он меня поймает. То тоже как бы возвращаемся к чекпоинту. Ну, ничего. Сейчас отгонимся от него. Кстати, ускорение также действует и на врага. Опять не тапнул вовремя. Но на это и рассчитана игрушка. Вот такой вот у него геймплей. Так. Периодически, после нескольких смертей. Нам будет вылазить такое сообщение. Хотите ли вы проапгрейдиться до премиум-версии. И получить 10. Ну, избавиться от рекламы. 10. Как раз я уже говорил преимущество. Либо get it now. Тогда снимутся денежки с вашего счета. На гугле. Вот если вы регистрировали свою карточку. Но я не хочу. Поэтому жму later. И продолжаю игрушку. Давайте. Я уже все про нее рассказал. Я думаю, тут и так все понятно. Бэкграунды периодически меняются. Блоки тоже меняются. То есть, архитектура очень интересная. И уровней масса. Вот. Поэтому это последний забег. Проиграю, проиграю. Добегу до чекпоинта. Ну, неплохо. Тогда мне потом придется меньше проходить компанию самому. Так. Ой. Пока еще не погиб. Опять ускоряемся. И все. Вот. Вот меня поймал стражник. И на этом конец. Итак. Ставим на паузу. Пауза в верхнем углу. Поставив на паузу, мы можем вернуться в игру. Через 3, 2, 1. То есть, сделано это для того, чтобы многое сориентироваться, в какой мы плоскости. И меню возвращает нас на меню. Игрушка доступна в Android Market. Она совершенно бесплатна. Как-то отдавать ей оценку я не решаюсь. Потому что это довольно сложно сделать. Клавиша Back в любом моменте игры. То есть, в любом моменте игры. Она предлагает нам выйти из нее. А не сделать шаг назад, как многие бы думали. Да, я хочу уйти. Итак. Ссылка будет на нее в описании к видео. С вами был Владимир. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Вступайте в группу ВКонтакте. Весонник 5.7. Либо Huawei iDOS X. В зависимости от того, какой у вас девайс. А можете вступить в обе. Потому что видео публикуется и там, и там. Ну, и там, и там. И вам будут даваться различные советы по работе с Android. Еще раз говорю, с вами был Владимир. До скорой.